Во-первых, хочу рассказать вам про те сходства, которые выявлены между животной и растительной клеткой. Животное изображается слева, а растительная клетка изображается справа. Итак, первая сходство в том, что обе клетки покрыты мембраной. Мембрана имеет общий план строения, выполняя схожую функцию. Вторая сходство в том, что обе клетки заполняются цитопазмом. Цитопазм находится в постоянном движении. Третья сходство в том, что в цитопазме располагается очень важный для жизни клетки органоид. Ядро. Ядро покрыто двойной мембраной. Такая двойная мембрана называется еще ядерная оболочка. И в ней располагаются ядерные поры. Через поры происходит транспорт веществ. Из ядра к цитопазму и наоборот из цитопазмы в ядро. Ядро заполняется кариоплазмой, ядерным соком. И в ней размещены молекулы ДНК. Молекула ДНК хранит генетическую информацию об организме. Не забывайте, что некоторые молекулы ДНК образуют петли. Это не что иное, как ядрышки. И в ядрышках происходит цитирование рибосом. А рибосома это комплекс между рибосомной РНК и белком. То есть ядрышки они просто цитировают. Потом выходят через поры из ра, цитопазмы. Здесь происходит их самозворка. Четвертое сходство в том, что наружная мембрана ядра плавно переходит в эндопазматическую сеть. В обоих случаях есть и шероховатый ЭПС и гладкая. На шероховатой находятся рибосомы. На рибосомах шероховатый ЭПС происходит биосинтез белка, образуется полипептидная цепочка белка. На гладкой образуются углеводы и липиды. Пятое сходство в том, что образующиеся на ЭПС органические вещества, они от ЭПС внутри мембранных пузырьков отшнуровываются и направляются в склад клетки. Таковым является аппарат кольщи. Он присутствует в любых клетках. Содержимое пузырька изливается в аппарат кольщи, то есть аппарат кольщи накапливает в себе органические вещества. Там они усложняют, медицируются, приобретают более сложное строение, потом упаковываются. И внутри мембранных пузырьков, называются пузырьки визикулы, от аппарата вольщи отшнуровываются. И тут уже у них разная судьба. Если перед нами животная клетка, то эти мембранные пузырьки визикулы способны изливать свое содержимое в окружающую клетку среду. То есть только животная клетка способна к экзоцитозу. А если перед нами растительная клетка, то клеточная стенка не может допустить данного процесса. И поэтому визикулы накапливаются в циоплазме. И из этих визикул, в конце концов, обнаруживается такая вот крупная вакуоль. То есть визикулы и другие элементы клетки участвуют в формировании данного постоянного органода. Шестое сходство в том, что в аппарате кольщи образуются лизосомы. В них находятся пищеварительные ферменты. Но тут у них тоже разная судьба. То есть только в животной клетке лизосомы участвуют в образовании пищеварительных вакуолей. И они являются временными эргоноидами. В этих пищеварительных вакуолях происходит переваривание полимеров, доменомеров. То есть там происходит первый этап наркотического обмена. А если перед нами растительная клетка, то лизосомы, как и визикулы, участвуют в формировании вакуоли. То есть пищеварительные ферменты, ранее входившие в состав лизосомы, будут находиться внутри вакуоли. И там переваривать полимеры доменомеров. И поэтому тщиносок, он в конце концов имеет сладкий вкус. Потому что вонозахариды, глюкозы, фруктозы, они на вкус являются сладкими. Седьмое сходство в том, что в обоих клетках имеется митохондрия. Своеобразная энергетическая станция клетки. Там образуются молекулы АТФ. Это своеобразные батарейки. Они обеспечивают происходящие в клетке процессы топливом. Также можно сказать, что в стоплазме обоих клеток имеются микротрубочки, микрофиламенты. Из них строится цитоскелет. Конечно, у животной клетки цитоскелет достигает больших размеров. Потому что она не имеет постоянную форму. И цитоскелет является каркасом. Полняет опорную функцию. Но в растительной клетке имеется стоточная стенка. Именно ей присущая функция опоры является каркасом. Поэтому цитоскелет в клетке растения не так развит. Но из микротрубочек образуются нити зрительного деления. И не участвуют в делении клетки. В этом их суть. Сейчас хотелось бы сказать, какие особенности имеет животная клетка. Во-первых, над мембраной у животной клетки имеется такой очень тонкий поверхностно-углеводный комплекс. Называется гликокалекс. Он как антенна. Обеспечивает им связь между клетками. Распринимает сигналы, загружающие клетку среды. Кроме этого, в стаблазме животной клетки имеется сточной центр. Он состоит из двух центриолей. Центроли располагаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Сточной центр участвует в образовании шкурчиков, ресничек. Также из него образуются нити зрительное деление. Участвующие деления. Играющие там очень важную роль. Цель нашего видео поговорить, какие особенности имеет клетка растительная. Первая особенность в том, что над мембраной растительной клетки находится очень толстая прочная клеточная стенка. Она обеспечивает постоянную форму клетки. Допускает растяжение, сжатие. Важно знать, что основной компонент клеточной стенки это целлюлоза клетчатка. Посмотрите на увеличенную клеточную стенку. Нити целлюлозы собираются в пучки. И между этими пучками находится пространство. И в этом пространстве происходит транспорт воды, пересверенных в воде минеральных солей. Такой путь транспорта веществ называется путь по апопласту. Такое есть будет потайненький, будет такое понятие. Неважно знать, что пространство между этими пучками целлюлоза может заполняться такими углеводами, как пектин, гемицеллюлоза. Или такими неуглеводными компонентами, как суберин, кутин, лигнин, воск. К примеру, как называется листовая пластинка у кактуса. Правильно, иголка. И вы знаете, что иголка покрыта покровной тканью. И клетки покровной ткани иголки имеют клеточную стенку, пропитанную воском, кутином. И благодаря водку он защищает иголку от излишнего испарения воды, защищает от излишней транспирации. Поэтому кактус может жить легко в условиях пустыни, под палящими лучами солнца, сохраняя воду в своих мясистых стеблях. Или, например, вспоминаем, как называется листовая пластинка у сосны ель. Хвоинка. Там тоже хвоинка покрыта покровной тканью. И клетки покровной ткани хвоинки имеют пропитанную воском клеточную стенку. Она тоже защищает иголку, хвоинку, от излишнего испарения воды, излишней транспирации. И также от вредных для жизни растений, газов, которых много, особенно в городе. Или, например, как устроено механическое ткань растения. Клетки механической ткани называются волокна. Они являются мертвыми. И клеточные стенки волокон, они пропитаны лигнином. И лигнин участвует в древеселении клеток. То есть, поэтому они такие полые, мертвые, потому что не получают никаких питательных веществ из окружающих среды. Или, например, покровная ткань стебля растения, дерева того же самого. Там тоже клетки покровной ткани имеют листную стенку, пропитанную суберином. Она освещает клетку в целом растении, отредом для жизни растения газов. То есть, в любом случае, листная стенка полоняет защитную функцию. Важно понять то, что на стенке имеются поры. И поры соседних клеток контактируют друг с другом. То есть, это плазма одной клетки перетекает посредством поры со плазма соседней клетки. В поре можно рассмотреть своеобразные цитоплазматические тяжи. Кроме этого, ЭПС одной клетки переходит, контактируют с ЭПС соседней клетки. То есть, в поре могут находиться десматрубочки, контакты между ЭПС соседней клеток. То есть, посредством пор происходит транспорт веществ. Такой путь веществ называется путь по симпластву. Вы знаете, допустим, не все же клетки фотосинтезируют, только клетки фотосинтезирующей ткани. И в них образуется какое-то органическое вещество. Допустим, глюкоза. И другие клетки, которые фотосинтезировать не способны, они ждут эту глюкозу, и она поступает к ним, благодаря симпластву. Перетекает из одной клетки в другую клетку. Вторая особенность растительной клетки заключается в том, что в ее цитоплазме присутствует постоянный органоид, такой как вакуоль. Вы уже знаете, как происходит ее формирование. Формирование вакуоль примет участие в визикулы, такие пузырьки, отшнуровывающиеся аппарата ГОЛЖИ. Кроме того, принимает участие лизосомы или пузырьки, отшнуровывающиеся АТПС. Вакуоль покрыта одной мембраной, тонопластом, заполняется веточным соком. Веточный сок оставит собой слабо концентрированный раствор. Там в воде растворены минеральные соли, разные углеводы, там находятся глюкоза, фруктоза, поэтому сок имеет сладкий вкус. Кроме всего этого, в соке находятся витамины, пигменты из группы антоцианов, придающие соку голубую, фиолетовую, там пурпурную, темно-красную, пунцовую окраску. То есть вакуолю в жизни растения имеет очень важную роль. Во-первых, так как в личном соке вакуоле растворены минеральные соли, глюкоза, то по закону осмоса вода из этаплазмы поступает в вакуоле. И ее размер увеличивается. Она давит на штуточную стенку, обеспечивая турбор, напряженное состояние штуточной стенки. И клетка имеет упругость какого-то растения, поэтому не вянет, имеет какую-то форму. Вакуоле влияет на рост клетки. Также в вакуоле запасаются очень важные для жизни растения и вещества. Допустим, какие-то витамины или глюкоза, фруктоза выполняют запасающую функцию. Кроме этого, в вакуоле могут быть изолированы и вредны для жизни конечные продукты распада. Допустим, такие как алкалоиды, танины, мельчный сок латекс. И эти вредные продукты играют для растения очень важную роль. Допустим, в селекции будем рассматривать алкалоидные формы люпина. Несмотря на то, что эти формы имеют очень высокую пищевую ценность, на корм скоту они не гонятся, потому что в вакуоле там накапливаются алкалоиды и они вызывают от скота летальный исход. Но потом селекционеры вывели наконец-таки безалкалоидные формы люпина, продевали большую работу. И данная форма люпина хорошо идет на корм животным. То есть, вот эти алкалоиды разнообразные, танины, они защищают растения от поедания. Кроме этого, находящиеся в соке пигменты, они придают клетке в целом растению какой-то интересный цвет, голубой, фиолетовый, темно-красный. И с помощью этого цвета растения привлекают насекомых опылителей или животных для распространения семян. Кроме того, находящиеся в вакуоле пищеварительные эфиременты, ранее находившиеся в альзосомах, они участвуют в переваривании, допустим, отслуживших органоидов. То есть, вакуоль переваривает на какие-то полимеры, домономеры, участвуют в утилизации отслуживших органоидов клетки. Тоже является образной мусоркой. Третья особенность растительной клетки заключается в том, что внутри нее имеются такие органоиды, как пластиды. Пластиды образуются из пропластид. Пропластиды находятся в клетках образовательной ткани. Образовательная ткань – это как стволовые клетки человека. То есть, из клеток образовательной ткани образуются клетки разных тканей. Вы знаете, что растения много тканей, около шести тканей. И не во всех тканях присутствуют, в клетках присутствуют хлоропласты. Хлоропласты имеются в основной ткани. Такая ткань бывает разных видов. Это фотосинтезирующая ткань, запасающая ткань. Важно знать, что в запасающей ткани, основной ткани, там находятся такие пластиды, как лейкопласты. Лейкопласты выполняют, соответственно, запасающую функцию. В зависимости от того, что у них запасается, они бывают трех видов. Если там запасается белок, называется такой лейкопласт-протеинопласт. Если там запасаются жиры, называется такой лейкопласт-липидопласт или элайлопласт. Если там запасаются углеводы, называется такой пластид-амилопласт. Интересно то, что, допустим, кончик корня, он покрыт корневым чехликом. И клетки корневого чехлика, там тоже имеют своеобразные мелопласты, там очень много крахмальных зерен. Когда крахмальные зерна занимают большую часть лекопласта, такой пластик называется статолит. То есть благодаря статолитам кончик корня имеет определенное направление роста по отношению к центру земли. Называется такое свойство геотропизм. Также из пропастей образуются хлоропласты. Хлоропласт находится в фотосинтезирующей ткани. Хлоропластов происходит в фотосинтезе, там располагаются пигменты, отвечающие за его краску. Краска у него зеленая. И важно знать, что если понижает температура в окружающей среде, то хворофил разрушается и виден каротиноид. Из хлоропласта образуется хромопласт. Ждается, что хромопласты, находящиеся в клетке, привлекают насекомых для опыления цветка. Или привлекают животных для распространения находящихся в плоду семян. Сейчас поговорим про хлоропласт. Интересно то, что все эти пластиды, в том числе хлоропласты, это раненые сходно живущие бактерии. Есть такая теория симбиоза. То, что когда-то жива клетка, она питалась фагоцитозом. И вот в очередной раз, путем фагоцитоза, захватила бактериальную клетку. И сформировалась пищеварительная вакуоль. Так вот, наружная мембрана хлоропласта, это мембрана той вакуоли, которая пыталась ее переварить. И в этой вакуоли были ферменты, которые переваривали бактерию. Но переварить так ее и не смогли. И бактерия так и осталась в вакуоли. И даже начала получать пользу от этой клетки. То есть у них возник симбиоз, взаимовыгодные отношения. И на самом деле, внутренняя мембрана хлоропласта очень похожа на мембрану бактериальной клетки. Она тоже имеет выросты. Такие выросты называются телокоиды. Вот на конце телокоиды имеют ступки, мешочек образуются. Вот эта стопка из телокоидов называется грана. То есть грана это стопка телокоидов. И вот на мембране телокоидов гран располагаются пигменты. Пигменты входят в состав молекулы хлорофила. Там находятся разные пигменты. Пигмент хлорофила А, пигмент хлорофила БЦ. Кроме хлорофила, на мембране могут находиться другие пигменты, каротиноиды. Важно также знать, что хлоропласт заполняется матриксом или стромой. И в нем находится кольцевая молекула ДНК. Такая же есть в цитоплазме бактериальной клетки. Кроме этого, в матриксе находятся мелкие рибосомы. Они были цитоплазме бактериальной клетки. И вот на мелких рибосомах образуются белки, которые входят в состав мембраны хлоропласта. То есть в хлоропласте происходит фотосинтез. Из неорганических веществ образуются органические. И в органическом месте запасается энергия Солнца.